Всем доброго дня! Мы продолжаем разбор послания Колосиным. Сегодня у нас на очереди 3 глава с 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о детстве Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы помним по прошлому разу, что Павел упоминал о аскетах, которые могли увлечь Колосин своими подвигами, в кавычках. Ну, может, это действительно с человеческой точки зрения какие-то подвиги, какие-то лишения, трудности, какие-то усилия, которые люди демонстрировали. Но это не более чем с человеческой точки зрения, потому что Павел называет всё это самовольным, смиренно-мудрым. То есть не тем, что Бог предписал делать, а исключительно человеческой инициативой, которая была призвана впечатлить каких-то особо склонных к аскезе искателей истины, философов, ну и в том числе учеников Христа. Сегодня Павел переходит к тому, чтобы подчеркнуть наше отождествление со Христом в противовес этой самовольной аскезе. Мы не только с Ним погреблись в смерти, да, как мы уже ранее прочитали, но мы также с Ним и воскресли. Вот наш первый стих, сегодняшний глава 3, он начинается. Итак, если вы воскресли со Христом, то есть наше отождествление со Христом призвано быть всеобъемлющим, как в смерти, так и в воскресении. Уже сейчас, проживая свою земную жизнь на этой земле, мы, как бы сказать, призваны, да, или должны, я не побоюсь этого слова, должны отождествляться со Христом всецело. Его смерть для нас имеет значение в земной жизни нашей, его воскресение имеет значение в земной жизни нашей. И даже если мы не чувствуем, да, вот этого отождествления, даже если мы порой в нашей суете не замечаем того, что мы призваны быть соединены со Христом и в смерти, и в воскресении, это не отменяет факта, да, или истины, духовной реальности, которую Христос для нас установил. Поэтому да поможет нам Господь в нашей повседневной земной жизни переживать как смерть Иисуса, так и его воскресение. Если вы воскресли, Павел продолжает мысль со Христом, то ищите горнего. То есть то, что вам предлагали аскеты, то, что вам предлагали вот эти подвижники, не является горним, не является небесным. Это земное. Даже несмотря на то, что люди демонстрируют вам какие-то подвиги физического воздержания, это все равно о земном, это все равно все о материальном, не о небесном. Вот если бы эти подвижники, они подвязались ради небесного, тогда другой разговор. А так все их потуги, вот эти соблюдения праздников, вот эти соблюдения каких-то дней, каких-то «не дотрагивайся, не вкушай, не прикасайся» – все это имеет отношение к земному и не более того. А вы ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога. «О горнем помышляйте, а не о земном» – второй стих. И как раз он дает расшифровку того, что Павел имел в виду в первом стихе, потому что, если понимать это наставление первого стиха буквально, то мы должны искать вот этого времяпровождения возле престола Божьего, а это, возможно, только в Духе, понятно, да? То есть нам не нужно слишком уж перенапрягать свое воображение, потому что можно так доискаться вот этого престола, что в буквальном смысле представлять, что ты уже рядом с ним, хотя в некотором смысле это, конечно же, правильно, да? То есть это должно быть вот такое умозрительное духовное пребывание у Божьего престола. Но переусердствовать в этом направлении, да, перефантазировать здесь нам тоже не рекомендуется. И Павел разъясняет во втором стихе, что он имеет в виду пребывать у престола Божьего. «О горнем помышляйте, а не о земном». Вот что имеется в виду. То есть не перенапрягать свое воображение, да, не перефантазировать, где-то там представляя какие-то небесные сферы, рисуя в своем воображении какие-то картинки, а просто помышлять о небесных ценностях, о небесных каких-то принципах, о духовных вещах. То есть любое духовное помышление, оно будет о горнем, оно будет о том, что касается Божьего престола, где Христос сидит одесной Бога. То есть нужно правильно понимать, что значит «о горнем помышляйте». Не переусердствовать в своих фантазиях, а помышлять о небесном, помышлять о духовном. Это и будет горнее. Третий стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Ну, Павел еще раз подчеркивает наше отождествление со Христом в его смерти, и это отождествление должно подтверждаться каждодневным хождением, когда мы отвергаем сами себя и даем место Духу Святому. Это и есть Христова смерть в нас. Мы носим таким образом мертвость Господа Иисуса в наших телах. Четвертый стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». А это означает, что сейчас мы еще не во славе. Это означает, что сейчас нам не нужно искать какого-то физически видимого, проявляемого, возвышенного состояния и положения перед людьми. Мы не должны козырять своими какими-то материальными, физическими преимуществами, которые якобы доказывают, что мы принадлежим небесному. Мы можем выглядеть, наоборот, униженными, где-то бедными, не имеющими того достатка, того величия. Мы можем выглядеть где-то ущербными, с человеческой точки зрения, конечно же. Но это как раз-таки и подтверждает, что наша жизнь сокрыта. Мы сейчас не явлены этому миру в славе. Но когда Он явится, Христос, тогда и мы с Ним во славе явимся. А сейчас, проводя эту земную жизнь, мы не должны питать иллюзии относительно того, что мы можем каким-то образом внешне и материально, физически впечатлить людей. Никакими внешними, скажем так, человеческими достоинствами мы здесь, людей, не впечатлим. И нам не нужно на это рассчитывать. Более того, мы скорее в униженном положении сейчас. Но это ничего, потому что наша жизнь сокрыта со Христом. И слава Божья, она обязательно будет через нас явлена в свое время. Да поможет нам достичь этого времени Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом!